И вот это все было в технике. Я боялась. Я очень боялась. Они отсюда начнут, сюда начнут лететь. Я очень боялась. И мне казалось, что завод это самое безопасное место. Но когда я туда приехала, на самом деле мне казалось это безопасно. Бункер, он на самом деле очень надежный, в советские времена построен. Я понимаю, бетон не такой, как сейчас наши дома строятся. И мы знали про это убежище. У нас проходили учения в цеху. Руководство нас тоже ставило в известность, что у нас есть бункер. Что в случае чего, куда мы должны... Вначале в нашем бункере было около 50 человек. Наверное, 40 с чем-то было в соседнем. Вот так два бункера расположены. Цех один, два бункера. Потом, получается, люди начали выходить где-то в марте, конец, наверное, марта, апрель. Люди пытались выходить. Есть те, которые больше. Обстрелы были настолько сильные, и рядом с нами все время падало. Выход из бункера, где вот первые ступенечки. Там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать свежим воздухом, кислородом. Вот даже я этого боялась. Как говорится, я боялась, но согласилась. Мы зашли по своей воле, как работники комбината, спастись. А когда мы поняли, что это приближается к нам, и нам страшнее, 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 и мы попытались уйти. Мы знали за коридоры, мы знали про эвакуацию, спортсети. Нас уже просто не допускали. И когда это начало лететь все туда, вот честно, я думала, у меня сердце встанет. Человек 11 вышли. Мы, например, с его стороны завода. Они через весь завод. Представьте, у нас в острове есть, с тьми маленькими, под обстрелом. Они очень много проходят. Мы сейчас находились, сказали, что у нас не было. Там сидят расселяли, они нас разлетают. Мы не думали, что вами так рассказали. И они вернулись. Есть те, которые вернулись, и те, которые потом прорвались. Мы не знаем просто как.